МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Едва возобновилась игра, Дорофеев уравнял шансы. На льду шла жесткая и абсолютно равная борьба по броскам 32-32. В середине третьего периода наши поймали училинцев на контратаке, и Шацкий забил шайбу, которая казалась победной. Через пять дней соперники встретились уже в Орске, и горняки были предельно мотивированы. В первом периоде, перебросав хозяев, 16-3. Однако оборона во главе с голкипером Антоном Кислицыным справлялась. А во втором периоде арчане открыли счет, играя в меньшинстве, отличился уфимцев. Позже Кондратьев увеличил отрыв до двух шайб. На старте третьего периода гости устроили настоящий штурм наших ворот и за минуту забили два раза. В основное время арчане ничью удержали, а в овертайме не спас Аки Слицын, отбивший до этого 43 броска. Горняки реализовали большинство. Обидел арчан Андрей Обидин. Через день южноуральцы принимали за Уралья, и в этот раз уже сами владели преимуществом всю игру. Опять повели 2-0 и опять не смогли развить успех. Даже пришлось отыгрываться. При счете 3-4 за одну секунду до финальной сирены на радость болельщикам счет сравнял Шацкий. В овертайме соперники осторожничали, а в серии булитов во всей красе проявил себя вратарь курганцев Устинский. Он не позволил пробить себя ни разу. И Кислицын-то был очень хорош, справившись с четырьмя выходами из пяти. Но одну шайбу все-таки пропустил. В домашней серии арчане взяли 4 очка, и теперь им предстоит длительное выездное турне по четырем городам Сибири. В первенстве в высшей лиге хоккейный клуб Оренбург провел домашний тур с курганским юниором. Три игры с различным спектром результатов. Сначала классическая уверенная победа 5-0. Следом ничья 3-3 в основное время и неудача в овертайме. И в завершение поражение с отсчетом 2-4. Интересно, что в Кургане в начале ноября было очень похоже. Наши крупно в сухую выиграли и дважды проиграли один раз в овертайме. Сейчас в активе Оренбурга 24 очка в 27 матчах и шестое место таблицы из 7. Очередной тур команда областного центра проведет в конце января в Саратове с Кристаллом. В молодежной лиге оренбургские сарматы с середины ноября за месяц провели великолепную серию, но провалили концовку года, проиграв дома все четыре игры – Ирбису и Чайке. Январь начался противостоянием с этими же соперниками. Ирбис на своем льду в Казани, как и в Оренбурге, одержал две победы – 2-1 и 3-1. И счета видно, что в упорной борьбе, но за такой очков не дают. Не хватило терпения и не хватило все-таки характера. То один, то второй, то третий напортачат, а сегодня, то есть, ну, если делаешь такие грубые ошибки, то, конечно, тяжело играть, выигрывать. Тем более команда, я говорю, гости, хозяев организованная очень команда. Наказывают, но опять получилось то, что получилось. Из Казани сарматы отправились на рандеву с Чайкой. В Нижнем Новгороде получилось куда как лучше. Оренбуржцы отдали Чайке все долги. В первой встрече уже на 15-й минуте сарматы повели 2-0, оба раза использовав численные преимущества. Во втором периоде нижегородцы ответили тем же. Они сравняли счет также в большинстве. И тут же в равных составах наши забили, как выяснилось, решающую шайбу. В заключительной 20-й минутке гости оберегали минимальное преимущество и дотерпели до конца. 3-2 в основное время. На следующий день сарматы добились еще более уверенной победы – 4-1. Продолжая раз за разом наказывать хозяев за нарушение, в неравных составах гости забили 3 шайбы из 4-х и закрепились на 8-м месте Восточной конференции. Следующий матч у оренбуржцев также выездные – в Ханты-Мансийске с Мамонтами Югры. А лидер сарматов Иван Тимашев принял участие в матче всех звезд молодежной лиги – Кубке Вызова. Это шоу состоялось в Москве в рамках недели звезд хоккея. Тимашев выступал за сборную Востока и голевой передачей помог коллегам победить западников 5-3. В чемпионате высшей лиги по хоккею с мячом оренбургский локомотив начал календарный год в соседнем Казахстане – матчами с Акжаиком. Традиционно в начале сезона железнодорожникам выезды не удаются. Вот и сейчас в Уральске оренбургская команда дважды испытала горечь поражения. Сначала со счетом 1-9 – безоговорочное преимущество хозяев. На следующий день игра началась похожим штурмом Акжаика – к 10-й минуте 3-0. Но затем и наши включились в борьбу. В самом начале второй половины встречи счет уже боевой – 4-2. Далее соперники попытались склонить чашу весов в свою сторону. И все решила последняя 10-минутка, за которую казахстанцы забили три мяча, а россияне всего один. Итог 7-3. Локомотив продолжает гостевое турне и в Воткинске сыграет со знаменем Удмуртии. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости спорта.